Саламу алейкум, уважаемые подписчики, давно не было вестей от нас, все про оружие мы, какие-то документы снимали, но теперь мы резко меняем ракурс нашей тематики и с приликим удовольствием представляем вас, вам мистера Кея, который очень благородно и очень, как сказать, осознанно согласился дать нам интервью, и интервью следующего плана, интервью будет о том, как мистер Кей был в заключении, то есть это арестантский опыт, то есть когда человек побыл в местах не столь отдаленных и делится сейчас своим опытом, чтобы широкая общественность знала, что там происходит, как процедура эта происходит и возможно, чтобы в такой ситуации подписчик или случайный наш зритель мог бы сориентироваться. Поскольку у нас канал идет все обо всем и разуметь по-своему, то есть сами судите, нужен ли вам этот опыт, не нужен, ну и, как говорится в народе, от сумы и от тюрьмы не зарекаются. Приветствую вас, мистер Кей. Добрый вечер, Жангер. И мой первый вопрос о том, какая статья у вас была. 2974. Отлично, идем дальше. Вот, когда вас, так скажем, крепили, когда вас задержали, вкратце, как это произошло, где это произошло, кем это было сделано и вот ваше ощущение на тот момент. Ну, это происходило в вечернее время. Прям на работе месте у меня. Задерживал меня один из группов города Алматы. УБМ, насколько я помню, по борьбе с наркотиками отдел. Ну, все было внезапно, очень быстро. Забежали люди в масках. В помещении я был один. Ну, меня сразу же они попытались силой поварить на землю, но, ввиду своей реакции, я уже успел оказаться на земле, когда они все кутерьмой забежали в помещение. Арест был на месте, сразу же обыск. Собаки. Откуда-то вечернее, ну, даже почти это ближе было к ночи, поэтому там и понятые, соответственно. После чего меня увезли домой. После чего меня увезли домой со всей этой командой маски-шоу. Был обыск дома, после чего у меня забрали следственный изолятор. Ну, в рот, точнее, я буду сказать, в рот. Первую ночь я провел там, с допросом. Местами, да, он был с пристрастием, как говорится, со стороны сотрудников полиции. После чего на следующий день, даже на следующий день только после обеда, к вечеру, было вроде что-то, вроде санкции. Меня повезли в прокуратуру. Там они дали санкцию на арест. После чего я попал в ИВС. Изолятор временного содержания. Северо. А какие процедуры были в РОПе? Что там есть, о чем нужно знать нашим зрителям? Чего опасаться там, чего ждать и так далее? В РОПе происходит что-нибудь необычное? Что в РОПе, что в любом РОВД или еще где. Ну, единственное, что я могу сказать, не дай бог, конечно же, зрителям пройти через все это. Неважно, по какой статье или по какой причине. Самое главное, не конфликтовать с сотрудниками, но и вообще ничего не говорить. Вообще. До прибытия непосредственно вашего личного адвоката, если такое имеется, ежели нет, то дождаться адвоката, которого предоставляет наше государство. Но до тех пор вообще ничего, вообще ничего не говорить, ничего не подписывать, поскольку вы, если не дай бог, там окажетесь, вы не знаете их правил, поэтому лучше ничего не подписывать, ничего не говорить. Единственное, называть свое имя, фамилию, год рождения. Такие вот стандартные вопросы, на них, конечно же, можно ответить, но не более, ни при каких обстоятельствах не брать в руки ручку и не подписывать. И уж тем более, пока вы будете, так называемые обезьянники, обязательно к вам посадят каких-нибудь наркоманов, там еще кого-нибудь, и среди них обязательно будет какой-нибудь шустрил, который будет задавать лишние отца. Там тоже. Просто представляйтесь, и никому желательно не сжать руку. поскольку вы не знаете, кто они, что они, какое у них прошлое, и вообще из какой у них касты. Даже так. А что говорит правило о том, что по незнанке не считается, в плане того, что человек первый раз сюда попал, неужели он может там зашквариться? Ужасно так. Да, потому что, видите ли, Жангир, там ситуация такая, там, например, в моей ситуации, за стенкой, вот буквально сразу, в общем-то, в зале, я не знаю, что это там было, но, в этой камере, там держали и проституток, а их в тот вечер, там, видимо, у них отработка была, там, среди этих проститутских транссиститы были, так что, ты же не знаешь, кто рядом, что рядом. Просто лучше никому не сжать руку. Просто говорите, просто говорите словами свои приветствия, салам, или как это у вас принято. Просто поздороваться надо и все. Ну и, конечно же, самое главное, там ни в коем случае тоже нельзя распространяться о своем личном деле, потому что в таких изоляторах обычно сами же сотрудники полиции, я не знаю, они, ну, насколько мне известно, они работают официально на полицию, даже, я слышал такое, правда, неправда, не могу утверждать, но они получают официальную зарплату от государства, потому что они проводят определенное время с подозреваемыми, на тот момент еще там нет арестованных, ну, осужденных нету там, там имеются подозреваемые, да, скажем так, вот. И они начинают, там обычные ребята такие, они очень, ну, видно, что они неоднократно судимые, там, все такие в наколках, наблатыканные, при понятиях, но они потихонечку, потихонечку, как это называется, в преступном мире, да, залазить под шкуру, они аккуратно начинают лезть под шкуру, со стороны, так, неназойливо, ненавязчиво, задают такие вопросы, кто ты такой, там, как твое имя, где живешь, кто твои друзья, как говорится, в общем, ну, в моем случае, в моем случае, я могу похвастаться, либо с собой, либо случаем, но мне попался такой вот сиделец, который, там, в общем, держит три дня, кстати, да, больше трех дней не имеет права держать, после чего они, если дело продолжается, то есть, не закрыто, то они уже отправляют изолятор, следственный, да, СИЗО, следственный изолятор, ну, первый день меня там бросили в камеру такую, где подбежал там, следом они сыграли такое дешевое кино, даже я, будучи новичком, сразу их понял, меня завели в камеру, я был один, после чего открывается дверь, спустя там какое-то время, определенное, час-два, может, я не помню точно, открылась дверь, после чего там прям забросили парня одного, он такой весь, такой, типа, кожанка, типа, порвалась такая, такой весь, типа, грязный, мол, его били, короче, он там начал там мне рассказывать истории, то, что он такой весь пацан, куда бы деться, весь такой, правильный, вот, его завтра же отмажут, туда-сюда, но в связи с моей статьей, да, и он начал интересоваться сразу же, где можно что достать, там, есть ли у меня какие-то контакты, ну, мне стало смешно, даже ему, даже я, как новичок, я ему сразу показал границу, границу наших бесед, даже, ну, указал, как сказал, то, что, уважаемый, будь добр, о личном деле, я о таких вещах здесь не спрашиваю, я тебе все равно ничего не скажу, как есть, сказал, после чего нам еще одного завели ночью, ну, тот парень, я так понял, я его потом видел еще в СИЗО, поэтому, тот, третий парень был, как говорится, ну, не на ментов работал, поэтому, но он был очень такой, как это говорится, дегадный, этот парень был очень такой спортсмен, он зашел, начал там, пытался там, жить на нас, надо их нагнать, ну, я не повелся, естественно, а вот этот парень, который, их называют утками, пацанная утка, их называют утками, так вот он эту утку и гонял до утра, то окно откроет, то закрой, я не знаю, я, но тот момент, ну, я тоже, как бы, да, просто, ну, естественно, в этой ситуации я растерялся, но, по жизни, в целом, я не из Робкого десятка, так что, кто бы там ни был, я думаю, так помыкать, ну, в общем, я не повелся на все это, но следующий день уже, последний, после этого дня, первого, последние два дня, вот мне посадили прям, был русский мужчина, весь синий, весь разрисованный, он зашел сразу, с несколькими книг, но тот момент, он, если я не ошибаюсь, читал, Александра Дюма, «Три мушкетера», первую ночь мы с ним очень долго беседовали, и во второй день мы с ним плотно беседовали, первое время он тоже пытался там что-то разузнать у меня, какие-то вопросы задавал, после чего, да, ну, я так понял, он мне на ушко тихонько так шепнул, чтобы я ничего лишнего не говорил сейчас, потому что нас записывают, прямо он сам мне это сказал, нас записывают, ну, возможно, что-то разглядел во мне человеческое, поэтому как-то отнесся, тем более, во вторую ночь, когда его ко мне привели, я плакал ночью. Вот после ИВС-а, как там ты пробыл, определенный опыт, как бы получил, и ИВС, если я не ошибаюсь, называется? Нет, ИВС я, честно говоря, не буду, но СИЗО, то есть тюрьма, да, вот этот, изолятор время содержания, он и называется, поскольку там очень много людей, и там больше всего ты время проводишь до учреждения, до лагер, поэтому это называют, они в преступном мире, как порог преступного мира, где, где ты потихонечку начинаешь ознакомливаться с внутренними правилами и положениями, с кем разговаривать, как разговаривать, как себя вести в данном обществе. Как вы понимаете, в данном обществе нужно вести себя соответствующее. Хорошо, вот заканчивается у вас срок на ИВС, трое суток проходят, вас везут на санкцию и продлевают вам арест, и оттуда сразу прямиком везут на СИЗО или на тюрьму, то есть в народе ходят такие вот понятия, что это разные учреждения, на самом деле СИЗО и тюрьма это тоже, если не ошибаюсь. СИЗО и тюрьма нет, это отличие, есть в этом, в тюрьме уже отбывают наказание. Это лагерь получается? Нет, лагерь это, как бы вам сказать правильно и точнее, лагерь это, то есть они делятся же, как вы знаете, общий режим, строгий режим и особый, да, строгий режим. Вот у нас в Казахстане, насколько мне известно, всего одна тюрьма, настоящая тюрьма, которая тюрьма, где люди прям отбывают срок. Да, у них прогулочные дворики так же, все так же, как в СИЗО, но они там полностью отбывают свой срок. Ну, немножко такое небольшое отступление. Вот СВС санкция и вас переводят, получается, на СИЗО. Да. Мистер Кей, вот ваш опыт, что там происходило в СИЗО? Ну, наверное, это тоже очень такие жуткие воспоминания, тем более, кто был в Алматинском СИЗО, они знают, как попасть, на каждый свой продол, какой они путь проходят, так называемый, там, стаканчик, вокзальчик, прошу прощения, вокзальчик они его называют. Там нас держали пару часов, заставляли учить гимн, кто не знает гимн, на распев. гимн, был личный досмотр полностью, нас всех разделили, одели, обратно проверили всех. Ну, естественно, отняли у всех, у кого что было, там, запрещенный по внутренним своим правилам, религиозную литературу. Вот, у нас сейчас в стране запрещают в таких учреждениях, поэтому, в первую очередь, религиозную литературу и, возможно, какие-то наркотические или еще какие-то запрещенные вещества. После чего нас вели долго по коридору, после каждого, коридор, он еще такой затейливый, и много поворотов, после каждого поворота, я думал, вот здесь будут бить, вот здесь будут бить, но не оправдались там мои надежды, никто там меня не ударил. Естественно, в первую очередь, в таких учреждениях вас знакомят с оперчастью, в первую же очередь знакомят вас с оперчастью. Ну, и там начинается вот это, они вам начинают загонять в жути, то, что там жизнь устроит вам несладкую, поэтому лучше давай дружить, сотрудничать, я буду иногда тебя вызывать там, или якобы куда-то другое место звать, но ты будешь приходить ко мне и рассказывать, что происходит у вас с камерой. Ну, за это я не знаю, меня всего лишь один раз ткнули, да, можно сказать, это можно даже ударом называть нельзя, ткнули в живот, когда я сказал, я не разбираюсь в каких-либо понятиях или еще в чем-то, но я знаю слово стучать, это всех учат, поэтому кто тем будет заниматься, в камере, я сказал, меня не интересует, поэтому если вас будет что-то интересовать, интересуйтесь только лично у меня, лично за меня, что я делал, я за себя скажу, а за других не знаю. Вот такие первоначальные такие знания мне помогло вот это знакомство с тем мужчиной именно в ИВСе последние два дня, особенно это последняя ночь перед тем, как утром ехать на санкцию, он очень долго и так вот тихо, даже можно сказать, шепотом мне очень аккуратно рассказывал, как себя более-менее вести, поэтому я уже немножко был к этому моменту подкован, вот после знакомства с начальником оперчасти нас уже распределили на наш каждый свой продол, ну я попал в продол, естественно, первоход так и называется продол, там сидят в основном сидят люди, которые ранее неосудимы, после чего также там дают матрасы, постельное белье, там подписываешь бумажки, то, что получил то-то, то-то, после чего уже непосредственно в камеру заводят, я как и многие люди, да, особенно мужчины, я смотрел всевозможные разные фильмы такого жанра, про преступный мир, там, про тюрьмы, но я помню такие моменты, что надо вот, когда дверь открывают, ну, локалка, да, ее называют, металлическая дверь, когда открывают, видимо, ребята уже предупредили, что к ним кого-то приведут, там была прям у порога белая-белая чистая тряпка, ну, я, естественно, зайдя так называемую хату, да, как ее называют, зайдя в хату, я вытер ноги, поздоровался со всеми, со мной ребята поздоровались, спросили статью, я ее назвал, после чего, ну, на тот момент хата была неполная, то есть, хата предназначалась для 10 человек, но в тот момент вместе со мной где-то человек 6, 7, возможно, 7 человек, где-то, просто могу ошибаться, 6 или 7 человек, кажется, в общем, я увидел, то, что на шконках все нижние части, все нижние шконки были заняты, только вот одна была свободна, и наверху были свободны, кроме двух, ну, естественно, ну, я тоже не мальчик, поэтому в армии тоже служу, у меня мои свои стереотипы есть, поэтому я в армии это называется чертолет, верхний канарь, чертолет называется, поэтому я естественно же бросил свой, они когда сказали располагайся, я бросил свой матрас на нижний ярус шконки, после чего они поинтересовались курю ли я сигарет, они сразу указали места, где они сами курят сигареты, что такое север, север это туалет, после чего предложили мне чай, может быть, я даже голоден у них там были перекусы, даже колбаса, хлеб, ну, в принципе, все у них есть, ну, естественно, у меня состояние было такое, что там нет до еды, поэтому я отказался, сказал, ну, покурить можно было, они сказали, после чего они начинают говорить, давай, конечно, Майдан общения, есть такое понятие, как Майдан общения, где они уже, люди непосредственно ведут какие-то такие беседы уже, кто ты, кто ты, статья, подробности, ну, ввиду моей статьи, такая, непрезентабельная считается у меня статья вообще, в целом, то есть, статья, которой, то есть, ну, на каждом углу не хвастаешься, и по возможности вообще ей не говоришь, была очень напряженная ситуация, они мне представили одного парня, который был среди всех против самый мелкий, но он был такой белый-белоснежный маечки, в шортиках, в сланцах, сидел он напротив меня, и два более таких крупных парня сидели по краям, и мы сидели на корточках, пылили сигареты, разговаривали, естественно, не начали, как бы сказать, не предъявлять, ну, я чувствовать, начал небольшие такие вот с их стороны такое неодобрение по моей статье, такие небольшие наезды, там, вопросы наводящие, ну, естественно, я сразу сказал, типа, если у вас какие-то сомнения, там, по поводу меня конкретно, если есть связь, выходите на связь, позвоните там, где я хожу, с моего района, узнайте у ребят, кто я, что я, они за меня скажут. Ситуация стала очень напряженной, они начали меня спрашивать, то, что я травил, не травил людей, там, еще что-то, там, я очень сильно взволновался, напрекся, с меня пот шел гадом, помню, что глаза, я даже, я сам понимал, что у меня глаза даже покраснели, кулаки сжал, так же, вот, один из них еще это заметил и говорит, которого они назвали паханом, не паханом, а смотрящим за хаты, типа, вот, смотри, он тебя хочет ударить, а тот момент, действительно, меня областила мысль, то, что бы там они не было, там, что-то не накручивали, ни на что, не перепишусь, я был готов, вот, прям, вот, с места его впечатать к стене, их невосмотрящего, после чего, после какой-то такой минутной паузы, я весь в полном, таком, страшном напряжении, я уже не знал, что делать, думал, сейчас хочу, и начну драться, пускай меня побьют, там, я понимал, что так и будет, но, ну, иначе я не мог, после чего, они все начинают громко, дружно смеяться, вот здесь вот, когда они все начали смеяться, я вскочил, прям вот к такой стене отошел, так же спиной, чтобы не окружили, встал, начал смотреть по сторонам, даже стойку принял, думал, сейчас что-то будет, они смеются, и понять не могу, что происходит, и среди них там был взрослый Агашка, он, он и сказал, что-то вы, ребята, затянулись с этой шуткой, успокойся, мистер Кей, говорят они, успокойся, сейчас хода нет, ну, конечно, все порядочные придерживаются, какого-то уклада, но, как такового понятия, или, там, что-то воровского нету, то есть, ни у кого, ни за что спроса нет, никто не подходит, никто у тебя не спрашивает, ни за твою статью, ни за то, кем ты был по воле, единственное, естественно, конечно, есть сказка отдельная, это обиженные, да, наверное, когда вы слышали о них, то есть, это может быть по воле голубым человек, либо, то есть, в основном, это те люди, которые уже неоднократно судимы, и они сидели еще во времена, когда был ход, так называемый, да, когда, когда учреждениями управляли фактически не администрация, а арестанты, но к тому моменту по нашей стране уже прошлась волна ломки, так называемой, по Казахстану полностью, во все учреждения заводили войска, и со всеми авторитетами, так скажем, очень, такие провели беседы, скажем, да, так, что многие, естественно, не могу сказать за всех, но многие, скажем так, да, встали на пути исправления, как там говорят. Отвлеклись от своего воровского сана. От воровской идеи. Идеи в целом. Поскольку сейчас даже дают срок за это, если вы не знали, за распространение воровской идеи, есть какая-то статья даже, там даются срока за это. Ну, первоходцам они дают пояснение, они учат, и там уже каждый человек уже выбирает тебе стезю, путь, мужиковать на лагере завтра, шпанюковать или еще что-то на духе. Ну, сейчас шпанюков, наверное, я не знаю, если даже есть, то они, возможно, скрытые, поэтому в данный момент в основном все мужикуют либо носят повязки помощников администрации, так называемых козлов. Козлы или красные. Ясно. Ну, и в общем, получается на СИЗО как бы отбывается какой-то срок определенный, наверное, да, и потом между лагерем и СИЗО есть еще этап. Ну, естественно, время отбывания в СИЗО у всех оно все по-разному. Это все зависит от того, как быстро закончится ваше дело, пройдет суд, как суд назначит меру наказания, и уже после этого вас готовить надо. А до этого все время вы находитесь в СИЗО, там есть ежедневные свои рутины, своя жизнь внутренняя. выводят на следственные действия, на суды, до судов естественно следственные действия, пока все не придется в суд, после чего вас вывозят на суд ежедневно. Ну, это, как говорится, многие этим пользуются, чтобы все-таки в четырех стенах сидеть. Тоже не есть хорошо, не очень интересно целыми днями сидеть в одной камере, где толпа мужиков, кто-то курит, кто-то не курит, ну, там своя жизнь своеобразная, она там ежедневно, что-то происходит, тоже очень много событий, как раньше там было, там какие-то играли дорожки, недорожки, сейчас тоже такое было пару раз, нас на этом ловили пару раз, заводили оперчасть, там проводили беседы, что-то нельзя делать, ну, мы, естественно, все-все отрицали, там ребят учат, вот, есть такие ребята, которые не доезжают до лагеря, обычно у них такие несерьезные, или, скажем, не такие статисты, которые, да, дают большие сроки, поэтому, вот, но они частенько бывают заезжают на СИЗО, на тюрьму, как вот, в простонародье вообще СИЗО называется тюрьма, тюрьмушка, да, поэтому среди них есть ребята, да, они даже себе, да, три буковки сидят спишут на руке, что они кот, то есть коренной обитатель тюрьмы, это тот человек, который неоднократно заезжает на тюрьму, ну, в основном дальше он не едет, в основном, не знаю, разводит он, или ему дают там, условно, ну, такие ребята, обычно, обычно такие ребята, вот они учат таким вот мелочам, типа, как чефир варить, дорогу, как играть, как разговаривать с соседней камерой, да. Мистер Кей, и еще один такой вопрос на СИЗО, как обстоят дела с кастой опущенных в плане того, что, ты упомянул в начале нашего разговора, что нельзя ей касаться и так далее, как вот дела там обстоят в плане того, что, получается, раз человек к тебе может прикоснуться и определить тебя по касте, получается, люди низшей касты там ходят и всех трогают в плане того, что вот, как вообще обстоят дела с вот этой кастой, что там вообще ты можешь вот поведать нам про вот эту касту, как себя вести и что там происходит вообще с ней, как с ними вообще быть, потому что, да, со шквара однозначно экономит. Поэтому, есть ли какие-то пояснения на это счет? Ну да, конечно же, если будем вспоминать про касты тех же блатных, приблотненных, там еще какие-то воры, те же обиженные мужики, естественно. ну как таковой данной, в данное время, насколько мне известно по личному опыту, находясь во время содержания от СИЗО, конкретно на тюрьме, я лично там был только, один раз только видел так называемого, они его называли Питером, ну потому что я так понял, я видел этого человека, я так понял, потому что, скорее всего, он и на воле Питера, он гомосексуалист, но кроме него одного я других вообще не видел, но чтобы не было недоразумений, есть такие, так называемые, затихворенные Питеры, которые не распространяются об этом, но когда-то где-то сидели, заезжали куда-то, из-за них, возможно, знают даже, но долгое время он мог не попадаться в полицейский, поэтому он может и поздрослеть, постареть, его могут не узнать, поэтому с незнакомыми людьми ни в коем случае нельзя им протягивать руку, если ты человека не знаешь, то есть это не оскорбительно, если человек руку не протянул, можно это сказать устно, поприветствовать человека, поздороваться, как ты это обычно делаешь, хоть салам, хоть привет, хоть пока, надо просто сказать салам, здравствуй, просто поздороваться с человеком, не обязательно ему руку протягивать, потому что ты его не знаешь, и тем самым в то же время ты его и не оскорбишь никак, если даже у него будет вопрос, он тебе еще захочет, он тебе задаст, надо вещи называть своими именами, как мне сказали там, поэтому, а так, там очень много таких жаргонов словесных, банальные ложки, весло, стол, баркас, они все вещи называют по-своему, но это, естественно, это уже потихонечку уходит, насколько я понял, уже, ну, у нас вот эта новая потенциарная система, и после того, как МВД забрало шество над учреждениями данного типа у юстиции, министерства юстиции, так вот все, все лагеря в Казахстане, я могу сказать, что красные, то есть все подчиняются начальникам учреждения, полиции, а так называемые, как вы поинтересовали Жангер про тех опущенных, но их там нету, то есть если даже они есть, то полицейские знают это, поэтому они их держат абсолютно отдельно, в нормальные, в порядочные хаты их не заводят, потому что такой человек, даже если не будут, это такое было, я так понял, из рассказов более старших сидельцев, арестантов, те, которые раньше тоже при ходу заезжали, они все говорят, то что, ну, когда очень много было людей в камеры, камера рассчитана на 10 человек, там находилось до 40, до 50 человек, и такое бывало, а такие опущенные, естественно, они просто, даже если там будет место на кровати, на шконках, естественно, его им не дадут, его, ему укажут место обязательно, но таких я там не встречал, я их уже встречал уже непосредственно в АТГ преступного мира, в учреждении, в лагерь. И еще про СИЗО один вопросик, про, ну, можем назвать это ВИП-хатой, да, или БЛАД-хатой, то есть, есть ли привилегии, у кого есть деньги, в плане того, что сейчас деньги решают все, возможно ли люди, у которых есть деньги, есть ли возможность улучшить свои условия отбывания наказания, и так далее, есть ли вот такие ВИП, как бы хаты, если я так могу выразиться. Ну, вы правильно подметили, то, что деньги сейчас решают. Я так понимаю, деньги всегда решали, деньги всегда решали, поэтому, насколько мне известно, при мне, да, были такие камеры, такие хаты, где люди платили, если не ошибаюсь, от 500 долларов еженедельно за человека, да, они платят администрации деньги, и за это, естественно, им дают поблажки, то есть, по сути дела, как в санатории, такой небольшой курортик, единственное, он не может, да, выходить, заходить, когда вздумается, естественно, но отличие огромное тем, что им позволяют, естественно, сотовые телефоны, даже ноутбуки, да, они, естественно, на связи, все 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, ну, и, соответственно, комнаты свиданий также имеются для, в СИЗО, то есть, если они захотят привезти себе девушку, отдохнуть, по-мужски, естественно, там, возможно, за это отдельная, конечно, плата, все, им дают там в комнате свидания отдельную комнату, где они уже отдыхают, и также, естественно, по питанию очень много у них, то есть, all-inclusive, что хотят, они из KFC, из бургера, что хотят, заказывают, им привозят, то есть, такое, да, практикуется, а, если кого еще заинтересует по поводу каких-нибудь, таких, как их говорят, спортхата, да, или хаты, где ломают людей, ну, я лично пресс-хат, да, я такого лично не встречал, но я знаю за такие коммерческие хаты, VIP-хаты, как я сказал, и, получается, арестанты с VIP-хаты не встречаются с арестантами, которые попали в обычную хату, или, конечно же, пересекаются, ведь, и там предъявляют? Нет, я, как ранее упомянул, Жангер, если вы помните, сейчас в Казахстане конкретно, да, люди придерживаются какого-то уклада, каких-либо понятий, но такого, чтобы блести этим правилом прям до конца нет. Почему? Потому что за это, опять-таки, напомню, это статья, распространение воровской идеи, это статья, то есть, нельзя это распространять, об этом говорить, даже бывали такие случаи во время беседы, просто, ну, поскольку я тоже был, как их называют, да, первоходов, еще пряник они называют, да, сладенький, сладкий, он пряник, он многого не понимает, то есть, из него можно лепить, что хочешь, как хочешь, поэтому, насколько мне объяснили, что везде режим в учреждениях, но я изначально старался избегать всего этого, изначально, и не дай бог, кто когда-либо, если не дай бог, каким-то случаем окажется в тех местах, то мой дружеский совет придерживаться простоты, называть вещи своими именами, не раскрываться перед незнакомым человеком, там еще есть, они еще обычно интересуются, поддерживают ли я приколы, шутки, как они говорят, прикол монгол, поддерживаешь, ну, все зависит от вас, поэтому, я думаю, если вы человек более-менее серьезный по жизни, то лучше их не поддерживать, шутки, приколы, лучше сразу на месте, на берегу оговориться, сказать, что вы не приемлемете шутки, также, в свой адрес, также, соответственно, и вы ни над кем не шутите, не подыгрываете, поэтому самый такой безопасный, это самый безопасный такой вариант, чтобы тихо отсидеть свое, быть самим собой, в первую очередь, никогда нельзя из себя рисовать кого-то, иначе это всегда вернется боку. Ясно, ясно, все, ясно, ну и вот мы подошли к тому моменту, когда на СИЗО заканчивается пребывание, и идет этап этапирования с СИЗО в место отбывания наказания в лагерь. Как происходил этап, мистер Кейн? Они обычно говорят заранее, ну и ходят слухи всевозможные, и уже к этому времени, после первых дней, там начинаешь уже потихоньку в эту систему в любом случае вникать уже и с сотрудниками полиции, которые там работают, ты уже с ними даже по именам не знаешь, ну, соответственно, кто как себя ведет, кто какой человек, как и в жизни, так и там. То есть, это тот же мир, только он в более сжатых таких рамках, там все то же самое, просто там происходит очень быстро, и все все узнают, поэтому каждый, да, знает, после того, когда уже после суда вынесен, если, к сожалению, вынесен, да, приговор, то, да, конечно, ты уже готовишься на этап, потихонечку начинаешь собирать вещи, ну, по возможности, конечно же, теплые, потому, что, как нам, как там всем известно, что в обычной гражданской такой вот вольной, как говорят, вольной одежде, там так не походишь по учреждению, там всем выдается роба, у каждого на робе здесь есть бежать, касается фотографии, так, ну, и это касаемо этапа, нас всех предупредили утром, это очень было долго, так, затянуто, и тут, время не идет, обычно время немножко так останавливается в этот момент, но люди, которые приехавшие на этап забирать, они сразу, там, это войсковые, это не полицейский, сотрудники, это внутренние войска, как сейчас говорит гвардия, войсковые ребята приезжают, но они пожестче, да, потому что они знают, что один раз тебя увидел, потом ты его никогда не увидишь, поэтому эти ребята более жесткие, с ними лучше не шутить, то есть по первому их требованию лучше выполнять, после чего у нас всех приезжает машина, всех грузят на автозак, везут на вокзал, соответственно, да, и в основном, в основном, да, мы все знаем, куда нас везут, какой именно лагерь, по крайней мере, я знал, куда я еду, я знал, куда я еду, до, во время автозака, до так называемой Столыпин, Столыпинский вагон, наверняка, вы слышали, в общем, до вагонов все примерно все еще чинно, благородно, никто никого не подгоняет, нигде никто не шумит, не кричит, единственное, были невидобства, что в этом Столыпине, когда нас завели, то есть там было, по-моему, на 6 человек было место, по-моему, вообще этот вагончик, ну, именно там, весь вагон, он разделен так же на секции, закрыт там, как в тюрьме, решетка, на 6 человек, где место у нас было, у нас где-то было, человек, не соврать, около 15 человек, нас почти было, нас было очень много, стоя ехали практически, менялись с ребятами, менялись с местами, кто посидеть, кто сильно уставал, конечно, им давали поспать, естественно, в этом плане, в таких ситуациях, люди, да, в большинстве случаев, человечные, многие люди, особенно, горе сближает людей, поэтому, все старались, на тот момент, все старались друга поддерживать, и словом, и делом, единственное, да, неудобство, это ходить в Борную, и уже там, нас, вот эти вот конвоеры, которые нас везли, в Столупин, там были другие ребята, тоже войсковые, и пацаны, солдаты, ну, опять-таки, мне снова попались, там, более или менее, человечные, солдаты, человечные, они сразу нам так, потихонечку, шепнули, то, что, сейчас, когда ребята, вы приедете, там, среди вас, еще есть новенькие, то, когда начнут, выкликивать команды, исполняйте, пацаны, они сказали, так и сказали, мужики, просто выполняйте, и все, так и было, мы подъехали, вагон остановился, все сумки, мы сжали, все свои личные вещи, вот, просто обняли их, команда была, по одному, голову вниз, и вперед, и это все делают, набегу, на ходу, Столыпин подъезжает, к вагону, когда машина, автозак, оттуда подъезжает, они ставят такую, что-то вроде доски, чтобы ты мог пробегать через нее, там, люди и падали, и споткались, кто на кого, там, короче, все на ходу, а там уже встречают, местные войсковые ребята, ну, там они уже дают леща, короче, те, которые из войсковых уже успел зайти, в Столыпин, они уже оттуда начинают, уже такие, такие, легкие, рукоприкладства делать, так, слиганца, подзатыльники, там, туда-сюда, там проскочили, но мы ехали, помню, в этот момент, если позволите, скажу, там ребята сидели, не в обиде будет сказано, им, конечно, наверняка, каждый там, кто был, они все расстроены, каждый по-своему, но там был такой момент, объявились в нашей, в автозаке, уже когда ехали на лагерь, объявились два-три герои, которые, вот, все, сейчас мы приезжаем, ребята, не унывайте, все, там, что они там говорят, пошли они, там, не пошли, все, мы все, сила, короче, это все было до того момента, пока мы не услышали, первый лай собак, и стуков по автозаку, вот они начинают, прами, своими резиновыми палками, бить по автозаку, с внешней стороны, акция запугивания такая, все верно, все верно, да, они начинают, это уже ломка начинается, то есть в этот момент ломка уже, вот она началась, психологически ломают человека, да, ихняя основная задача, сломать человека, психологически, морально, подавить, чтобы он завтра не смог, не понять ни бунта, даже слова сказать никому ничего не смог, даже пожаловаться никому не смог, это делать для этого, такое, подавление воли, подавление воли, все верно, да, они начнут, то есть на психологическом таком уровне, они это, то есть это, настолько все отработано, и это работает, действительно работает, пока там все сидели там в автозаке, там, давай, давай, все там дух друг друга давали, все было до того момента, Пока машина не остановилась со скрипом, мы не услышали первый лай и первый же стук по автозаку. В этот момент гробовая тишина полностью. Даже слышно было, кто как дышит, сопит, не сопит он. Дыхание каждого было слышно. Глубокое и тяжелое дыхание. Открывается дверь машины, и ты слышишь там лай, и начинаются громкие команды. Что-то вроде голову вниз, бегом, бегом, бегом. И такое они что-то вроде коридор устраивают. Стоят с двух сторон в ряд. Живой коридор, в общем, такой, да? Все верно, как вы понимаете, это живой коридор, стоят и сотрудники. Но, честно, я видел только ноги. Я признаюсь, да, мне было страшно, поэтому я, как сказали, голову не поднимать. И то я краем глаза кто-то бежал передо мной, буквально там через несколько людей. Я вот краем так вот чуть-чуть посмотрел, когда увидел, что происходит, кто поднимает голову. Я понял там на месте, что это лучше не стоит делать. Если сказали не поднимать голову, смотреть вниз, лучше, самый лучший вариант. Да, ты просто бежишь и смотришь, видишь ноги по краям. В этот момент через этот коридор, ну, естественно, через этот коридор пробегают, ну, то есть они не прям так кровожадно лупят там до крови. Это в том случае, если, конечно же, ты допустил или там проявляешь свое неподчинение к администрации. Но в нашем случае, в моем этапе, нас приехало, я не помню, около 20 человек. Потому что мы по пути еще останавливались в Толдук-Ргане, там еще где-то на станциях. Там нас посаживали, естественно, не нашу уже камеру, а отдельно. Вот мы бежали, все добегаем, до лагеря добегаешь, все, ты там перед учреждением всех тебе сажают на корточки, к стене, к стенке, руки максимально за головой, ты сидишь на корточках, тебя прижимают к стене. И ты не просто сидишь там плотничком рядом с людьми, они забивают. Не то, что с зазора, ты должен один, по сути дела, быть один как на другом, сидеть вот так вот чуть ли. Поэтому они начинают пинать в этот момент, сотрудники, берцах, сапогах, естественно. Кому по голове, кому в спину, на это там никто не смотрит. И большинство в тот момент, я так понимаю, состояние такого небольшого эффекта и ужасающего страха. Поэтому на тот момент я физическую боль как таковую не испытывал. То есть даже если до меня что-то долетало, то я этого не осизал, не ощущал. У меня не было ни больно, ни, тебе не больно, ни холодно, ни жарко, вообще никак. Ну, это я говорю как первоход, человек, который там побывал, и дай бог, чтобы, наверное, так и оставалось. В общем, после чего выкрикивают из толпы, оказывается, нас везли всех в одном автозаке, я так понял, да. Но начинают выкрикивать, есть ли здесь опущенные или обиженные среди нас. В нашем этапе стало два человека. Все пытались посмотреть, я помню, но я понял, что там два человека, почему? Потому что я успел посмотреть, так быстренько голову повернул и, естественно, вниз. Да, те, которые загляделись, те, конечно, получили за это. Получается, перед лагерем надо свою масть определить, да, кто ты? Да, там на месте определяют, есть ли опущенные или обиженные. То есть это самое... Именно не Шилкасту спрашивают. Сразу скажите, ребята, чтобы потом не было экстресса. Все верно. Почему? Потому что администрация понимает, что если они будут таких людей килишовать с порядочными мужчинами, мужиками, то это к хорошему ничего не приведет. Однозначно. Поэтому, то есть, ну, как понимаете, то, что у нас и замуж изложиться, статья есть. Поэтому, чтобы и этому противостоять, с одной стороны, и с другой стороны, насилием над ними, чтобы тоже не было чрезмерного. Поэтому их отдельно обычно уводят. То есть они спрашивают, есть ли опущенные или обиженные. После чего они начинают спрашивать, есть ли теперь среди данного этапа козлы. Или, включая, красные есть, красные козлы есть. Также, самое интересное, в тюрьме, ну, то есть я-то был не по ходу, то есть во время режима, у нас в камерах везде были видеокамеры, видеонаблюдения камеры. То есть это нынешние, сейчас в тюрьме, так. То есть администрация всегда видит, что ты делаешь, записывает, что ты делаешь. Понимаете? Это не как раньше. Да, с этим чуть сложнее теперь, наверное. Ну, в общем, спрашивают, есть ли такие вот личности, что-то вроде ранее судимых, которые уже были помощниками администрации. Да, их, естественно, отдельно выводят. Обиженных сразу увел, их не завхоз, это я потом узнал. И он пришел сразу же, завхоз, уже там на лагере, он их сразу забрал. И они даже на карантине не были. Их просто тупо забрали, да, у нас, и все, их увели. Ну, и не нужны, и на карантине, и так 20 человек приехало, очень много. Еще несколько людей встали, да, потому что они вот ранее, их еще называют вязаные. Да, с вашего позволения их будут так и называть вязаные. Почему? Потому что потом начинается вот эта вот кутерьма. Все начинают, то есть это все еще было на улице, потом пришел начальник учреждения. Он представился, сказал, кто он, что он от нас хочет, что он от нас будет требовать. Ну, так, быстро я представился, на нас рассмотрел и ушел. После чего начинается уже, то есть у нас заводит сам карантин, так называемый, где мы еще пробудем порядка 2 недели. Прежде чем, называется, поднять в лагерь, прежде чем ты поднимаешься в лагерь, идешь дальше, ты еще проводишь время на карантине. На карантине там, по сути дела, это как вот такая небольшая такая тюрьма в тюрьме. Она тоже отдельная гаражная забором, это еще уже внутри учреждения причем. Нас завели, всех разделили, начали гонять налево-направо. Там, соответственно, кто приседает, ну, голожопа приседает, они там смотрят, списывают нас с тебя полностью, там сидят вокруг столы, поставили, они там полицейские сидят, они списывают татуировки, клички, фамилии, там, статью, вот это все, такая процедура, и это все такая самотоха, быстрая-быстрая, там кого-то бьют, кого-то лупят. Что-то такое происходило, оно так непонятно происходило. Но я понимал, что там на каждом углу, вот, кто где-нибудь стоит, начинают все, ну, полицейские или те же вязаные, да, козлы. Те, которые встречают этапы, я считаю, что действительно козлы, они, ну, встречают этапы, ребята, они сами осуждены, тоже бьют таких же осужденных. Сразу подчеркнул то, что я сам помощник администрации добровольной, то есть я был в этой касте, в касте красных. Но при всем при этом, при всем при этом, как сказать правильно, ну, как мне сказали изначально, да и вообще в целом, это любому взрослому человеку должен понимать, что в любой ситуации везде надо стараться оставаться, быть человеком. Ну, сейчас ситуация, разговор не об этом, да, вот. В общем, нас на этапе там, на карантине там всех встряхивают туда-сюда, все стоим в одних трусах в конце, на такой, и когда уже полицейские уходили, я еще слышал, уже они там говорят, там, ну, местным завхозу, помощнику завхозу, они говорят, это уже осужденные, они им говорят, что сильно сейчас баню поведут, чтобы нас сильно, типа, не били, короче. По крайней мере, без сильных снимков. Я так услышал это, я понял, то, что сейчас будет баня, это значит, это будет тоже не очень хорошо. Но, прежде чем сходить в баню, мы также все стоим голые, но уже в трусах, нам позволили одеть трусы, все стояли в одном помещении, в центр помещения они выставили парту, а те ребята все, ну, все, в основном все говорили, что нет, ни в коем случае не одевайте эти повязки. Вот, ну, я не понимал вообще, в чем разница, красный или черный, повязка, не повязка, я еще не совсем понимал этого, но когда все говорили, не одевайте эти повязки, все вроде говорили, да, 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 да. Но, прежде чем еще полиция ушла, еще, когда нас встречали, каждый из нас подписывал документы о режиме содержания. Вообще изначально, если взять под понятием, брать даже в руки ручку и что-то подписывать, то есть ты уже после того, как ты что-то подписал, неважно, то есть ты уже считаешься, да, как таковым, особенно это, если ты соглашаешься именно с администрацией, с законом, если ты соглашаешься, то, по сути дела, насколько мне известно, то ты уже не имеешь права что-то базарить. То есть ты не сможешь стать вором, это точно. Просто ты, ну, вором ты, по старым понятиям, ты вором точно не станешь. Ну, возможно, в наше в нынешнее время это иначе будет оттраховать. В дальнейшем, вот, что самое такое интересное, вот ставят они эту парту, и вот вся эта толпа, вот кто половина побитый, кто в синяках, кто в чем, короче, вот мы стоим все, переснемся, и вот бросают они оттуда вот эти повязки. Кучу прям вот просто бросили. Ну, я такого не ожидал, конечно, там чуть ли драка не была за эти повязки. Все хотели быстро надеть эти повязки, чтобы все отстали. То есть это уже второе, то, чего не должен быть порядочный арестант. Тот человек, который придерживается уклада, там пытается к чему-то там стремиться. То есть тут человек, естественно, не должен одевать, но там все одевают. То есть в том учреждении, где я был, одевали 100, из 100 человек одевались 100 человек, то есть 100%. Поэтому я считаю, то, что там даже кто бы, что бы завтра не говорил, вот говорят там, да, порядочный мужик. Да, они многие, конечно, все многие, не все, но многие порядочные, но повязки носили все. Хоть две недели, хоть неделю, хоть час, но он ее носил и подписал режим содержания. Поэтому для себя я считаю, то, что там уже никто, естественно, никто никому не может спросить. Ни за что. Для этого и делается, поэтому они искореняют сейчас воровские понятия. Наша новая власть в России за это взялись, в Грузии за это взялись, где до сегодняшнего дня 70% воров в законе были именно выходы из Грузии. Поэтому сейчас и в Грузии за это взялись, и насколько мне известно, сейчас они с этим сильно борются. Ну, наверняка есть там уже. Я просто ушел от этого, отошел сильно, стараюсь не контактировать с людьми из прошлого. Поэтому я не знаю, каковы сейчас правила. Я рассказываю, как было. После чего, вот после этой повязки нас всех повели в баню. Ну, там нас сопровождали исключительно козлы, вязаные, красные. Вот они и стряхивали хорошенько. Били покруче полицейских, если честно. А зачем? Да, и две недели мы провели там. Но я обвязался на лагере, именно в карантине уже. То есть, прежде чем подняться на лагерь, я не обвязался на самом там, да, уже как поднявшись на лагерь. Я обвязался на карантине. Но прежде чем обвязаться, я ходил и думал три дня. Мне это предложил завхоз. Он ко мне подошел и сказал то, что... Ну, привел несколько фактов, по сути дела, да, неоспоримых, я считаю, до сих пор. Это, например, был первый вопрос, он мне задал. Кто тебя встречал? Встречали ли тебя шпаники, как называемые, да, или те стремящиеся, может, какое-то положение встретил тебя на карантине? Он тебе дал, там, травки покурить или алкоголя выпить не дал? Нет. Кто встречал? Вот. То есть, где они, за что ты будешь бороться там? Вот ты пойдешь туда, на лагерь, ты за что будешь там страдать? Ты конкретно... Ну, вопрос в личном не был. Конкретно ты за что там будешь страдать? За свое... За свое преступление? Либо за общее, как говорится, да? За весь лагерь, за порядочных мужиков, за понятия. За это я готов страдать. То есть, ну да, да я, если честно, Жангир, я и сам никогда особо не стремился к кристиному миру, да, я не рвался стать каким-то алькапонным, бандитом. То есть, меня это никогда, в принципе, само, как человека, меня это не привлекало, поэтому его слова для меня были очень убедительны. Но прежде всего, несмотря на это, я ему конкретно сказал, что мне нужно время. Он спросил, сколько? Я сразу сказал, три дня. Потому что я дни посчитывал, мы уже знали, что он сейчас вот... Нам как раз оставалось где-то пять или шесть дней, тире, подняться на лагерь. То есть, мне стоило подождать буквально неделю, я бы, как говорится, порядочно мужиковал бы, да? Хотя на карантине подписал все, ходил с повязкой, а там дальше я снимаю повязку, и якобы я весь такой чистый, да? И, в общем, ну, я подошел к Аганьдар, как говорят у нас, да, к мужикам. Там были среди них уже не раз сидевшие, да, сидельцы с опытом. Я к ним и подошел. Ну, а тот момент, ну, то есть, за это короткое время, почти за две недели, конечно, там в таком маленьком пространстве все это друга быстро узнают, общаются, хочешь, не хочешь, ты с ними, да, контактируешь, где-то что-то разговариваешь, с кем-то больше, с кем-то меньше. Но вот так получилось, да, там была группа людей, таких взрослых с нами, половина была очень взрослых, дяденек, поэтому я к ним подошел, я у них спросил, честно, совета, как мне проступить. Вот там предлагают быть помощником администрации, он сказал очень много плюсов помощника администрации, то есть сотовых телефонов нет в учреждении, поэтому, соответственно, каждому отряду дается раз в неделю звонок через тактофон. Насколько я понял, эти ребята могут звонить, уже как ты с администрацией договоришься, с полицейскими, да, если с кем-то будешь в хороших отношениях, он тебя может сам проводить или сам будешь ходить, хоть каждый день звонить, походы в магазин, ну, в общем, очень много повлажек своих, по-своему. Поэтому мне это тоже как-то льстило, я понимал, что там, да, сидеть и быть в одном бараке свои несколько лет, для меня это было немножко, да, знаешь, непривычно, поэтому я, но я при всем при этом спросил совета у старших, по этапу, кто со мной приехал на тот момент. Ну, как они отозвались, я скажу лично за себя, то, что вот, мистер Кей говорит, мы тебя уже изучили, мы тебя видим, мы тебя знаем, мол, человек ты неплохой, такие люди нам нужны. Я их не понял, я говорю, в смысле? Они говорят, ты, говорит, ты обвяжись, но мы когда будем там на лагере, ты нам по возможности помогай. Я сказал, ну, если это будет в моих силах, я сказал, да, конечно, все, что смогу, тем смогу, тем и помогу. Соответственно, я потом, на следующий день уже надел повязку, прямо еще на карантине. То есть мы все были в повязках, в плане, я озвучился, все это увидели, все поняли, ну, в общем, буквально через неделю после нас всех подняли в лагерь. Ну, первым делом всех проводят снова через, у нас в Казахстане этот лагерь, да, это в барачной системе, как вы понимаете. Сразу скажу, в данный момент, по крайней мере, в нашем учреждении ежедневно все маршировали и пели песни строим, там есть свой плац, все ходили, пели, у каждого отряда своя песенка, но прежде чем всех еще распределить по отрядам, вот этот данный карантин, который поднимается, этап, так называемый, их, опять-таки, они еще две недели проводят, так называемые, постбараки. Постбарак, это тот подбарак, где живут, обитают и живут непосредственно сами козлы учреждения. Красный, то есть это красный барак. Вот. там еще две недели проводятся, но те, кто уже с карантина, вот, такие, как я, да, кто там уже объявился, сказал, что все, я красный, обвязанный, тех, конечно, там оставляют, а остальных после двух недель они уже распределяют по другим отрядам, но в этот момент, пока еще две недели, вот этот карантин, там, больше половины, порядочные мужики, они выполняют роль таких, скажем, уборщиков в отряде. То есть, по факту, как таковому, в козбараке, да, вот мы, да, вязаные, мы в бараках вообще не убирались. Для этого есть либо карантин, либо, а если знать, что этапа в ближайшее время не будет, то они по-любому оставляют с десяток пятнадцать человек, обычных мужиков, порядочных мужиков, при том, что они везде убираются, это ничего не говорит, они порядочные, нормальные люди, также сидят с тобой за одним столом, за одним баракасом, чай хана имеется, где они сидят, чай пьют. То есть, если, чтобы вы понимали, как таковых опущенных на лагерях, у них свои отряды, отдельный, отдельный барак. То есть, они, нет такого, чтобы в отряде, где вот такой, да, скажем, чистый отряд, но там, чтобы что-то было и запущено, такого нету. У них есть отдельный свой отряд, свой завхоз. Ну, естественно, нас вот завели в хозбарак, с нами познакомились, ну, карантин опять начали встряхивать местные козлы, они начали встряхивать мужиков, там, жуть игнать, там, сразу же начали их на полы ронять, ну, еще что-то. Ну, поскольку мы, типа, добровольцы, к нам, естественно, отношение другое было, сразу же, ребята, располагайтесь, чай-пай. Ну, там, среди них один вышел, я помню, такой маленький случай, из 20 человек нас обвязало 7 человек, ровно 7 человек. Тут один вышел, и он начал, мы пока стояли, пока этих всех мужиков там встряхивали, грабили, местные козлы, мы стояли в коридоре, мы просто ждали, один кто-то вышел, и не знаю, они там еще ходят, все, не в робе ходят, они ходят в своей одежде, в вольной одежде. Ну, конечно, если высокая администрация приходит, все накидывают свои кителя, а так, в принципе, никто за это ничего не говорит, потому что мы помощники администрации, нам все равно там делали палашки какие, такого рода. Чехана открытая круглые сутки у нас, ну, не считая ночи, после отбоя, конечно, там режим все равно, везде камеры, никто лишний раз тоже не тусуется. После чего, вот мы в бараке, расположили нас, и на следующий день, вот начались, ну, то есть начались песенки петь, распевать, и шагать мы еще карантин не начали, просто мы уже увидели, что такое, настоящая перекличка, нас уже, уже потом, на следующий день, ознакомление с учреждением, с лагерем пошло, через утреннюю перекличку, построение, шагали, брынза, как ее там называют, столовая, все, в принципе, то же самое, что в армии, весь день, день по режиму расписан, да, очень похоже, разница в том, что нам не дают в руки оружие, и не считают, любого осужденного, сотрудники учреждения, не считают за человека, будь тот и помощник администрации, будь тот и среди порядочных мужчин. Вот мы говорили, да, упоминали, что в ВВСе есть какие-то бладхаты, вот, в СИЗО, да, прошу прощения, в СИЗО есть бладхаты, а если кто на лагерь приезжает уже тоже в хорошие условия, ВИП-условия, там, можно ли там разрулить и сделать так, чтобы припевающе добить свой срок на лагерь, есть ли там бладхаты, есть ли там условия? Ну, там, поскольку барачная система, отдельных такого нету, каждый барак рассчитан примерно на 100 и более человек, отряд, но такие люди, конечно, есть, все-таки деньги решают много, такие люди есть, их сразу же, с первого же дня, даже, даже если тебе очень большие деньги, то ты можешь даже без карантина сразу же попасть в санчасть, то есть у них нет такого выходить на плац, на перекличку, сотрудники сами приходят, всех поголовно пересчитывают и уходят, то есть они даже с постели могут не вставать, по факту, то есть, но это совсем у кого, ну, к войну связи и деньги, они устраивают себе такой санаторий, то есть они весь срок полностью могут там быть, еще что-то нужно купить, там есть магазин, они могут выходить в сопровождении под конвоем, спокойненько идти в магазин, бросить все, что нужно ходить на такстофоны отдельно, ну, такие люди, я так понимаю, что в любом случае они могут такстофон не пользоваться, потому что найдут, да, как позвонить, да, они находят способ, это получается, значит, люди, которые там обеспечивают режим, то есть, получается, те же военные, там дубаки, не знаю, там менты, они, получается, берут сядки, ну, если так, прямо сказать, получается, если там, берут высокое, верхушку берут, верхушку берут, потому что, да, только они решают, если хозяин, и вообще, обычно называют его хозяина, кум, да, если ты с кумом договорился, и если он тебе дает добро на что-то, то тебя никто не вправе перечить из администрации, ну, соответственно, еще есть же, как таковых, прям, смотрящих или положимцев, официально нету, конечно же, в каждом отряде есть, по-любому, помимо завхоза, этих тех, вот, Бугор есть, да? Нет, не Бугор, уважаемые люди, назовем их так, в каждом отряде все равно присутствует уважаемый человек, которого все прислушиваются. Нет, все понятно. Да, да, да. А, как обстоят дела с, может быть, запрещенными, если мистер Кей есть такой опыт, в плане того, что, ну, хочется повеселиться, не знаю, человек хочет выпить, возможно, покурить марихуаны, не знаю, шиша, не знаю, может быть, кому-то врезаться, да, охота, ну, имеется в виду, вот есть ли ход вот таким вещам, как вот обстоит так дела, вот по личному опыту и проникают ли вот такие вещицы для удовольствия к арестам? Ну, на маяке уже никто не играет, маяк – это переброска запущенных веществ через забор, этого уже нету, на маяке никого нет, но ребята умудряются делают бражку сами, да, делают бражку, но это в том случае, если у вас на учреждении имеется пекарня своя, то да, у них есть доступ к сахару и к дрожжам, все, этого достаточно, чтобы сделать, но делается это очень деликатно, очень-очень скрытно, да, очень скрытно, целая спецоперация, при всем при этом, ну, по наркотикам, лично при мне было три вспышки, вспышка и называется, это когда он залетает на лагерь, появляется, да, но опять-таки, потом, в любом случае, администрация узнает, потому что везде есть уши, усен даже, есть уши, никогда, ни в коем случае не узнаешь, да, кто кумует, это очень редкий случай, когда всплывается утка, да, это очень редкий случай, и что потом происходит с этим человеком? Ну, ничего хорошего, обычно таких людей, администрация, если успевает, они его в одиночке закрывают, потом стараются этапировать другой лагерь, потому что он дальше не сможет, он не выживет однозначно, да? приговор подписывается? На счет выживить не знаю, но на здоровье повлияет точно, на здоровье повлияет точно, также есть и, ну вот, я говорил, уважаемые люди есть в бараках, в каждом бараке, в каждом нормальном бараке, которые рассудят, да? Да, есть уважаемые люди, которых уважают, слушаются. Ясно, ясно. Ну, и в общем, где тяжелее всего было, на каком этапе? Тяжелее всего? Особенно, первое время, может быть, сложно тем, что ты больше не знаешь, от незнания тебе больше, больше коробит. Я бы знал. Да. Ну, а в дальнейшем видишь ли, Шангер, вот ты изучил всю систему, все знаешь, всех знаешь, но даже ты уже можешь как рыбой в воде быть, но можешь оступиться в любой момент. Там, это касается особенного учреждения, то есть, лагеря, там оступиться проще простого. тебя все знали, ты уважаемый человек, но ты можешь оступиться. И все от тебя отвернутся в миг, и ты будешь просто изгоем. Да, был случай, при мне такой даже был случай. Что человек оступился? Нет, там было немножко по-другому, он не то, что оступился, он тоже был завхозом, завхоз, как понимаете, это помощник администрации, он был завхозом, не буду говорить, чего и какого отряда последствий, но он был, их называют кровожадными, мразь, мразит. Можно здесь так выражаться у вас? Да, мразь, я думаю. Вот он мразит, то есть, делает пакости бесконечные, выслуживается, скажем, перед администрацией, даже администрация так гайки может не закручивать, как некоторые завхозы, там, или еще кто-то, то есть, среди вязанных, бывает такое. В общем, вот он, этот парень так доигрался, что он нарвался на первоходов, таких же, вот пряники, но они были в массе, то есть, в черной массе, среди мужиков, и вечером они один из, то есть, они его растянули, один из них снял ширинку и провелся по ягодицам, со своими гениталиями, короче, то есть, они его опустили, даже, даже при ходу, насколько я понимаю, да, сказали, чтобы кое-что сняли с вооружения, то есть, не плодить гамус-суставистов, не плодить педерасов, не надо их осознанно делать, то есть, там ребята вот так вот сделали, ну, это кто-то, видимо, из уже таких вот сидельцев, опытных, рога наточили молодежи, сами этого не сделали, естественно, это сделали первоходы, ну, ребят, конечно, я сразу скажу, их хорошенько стряхнули после этого, нет, их четверых, конечно, не отправили в Гореем, куда-то еще, но их жестко наказали, все равно, ребята жестко наказали, за то, что они так вели себя, ну, били, конечно, не их свои с отряда, а били наши ребята, красные, били красные козлы, штаб, есть такое место, штаб, где собираются козлы, вот там их завели и били, а того бывшего уже захода, естественно, дали ему личную кружку, ложку, тарелку, и отправили в общем массу к обиженным, то есть их не отдельный сотряд. все ясно, 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 и вот, в совокупности, да, мистерки, никому не пожелаешь, чтобы кто-то вот это все прожил, прочувствовал, но тем не менее, что-то же было, что держал, вот что держал, действительно, вот что не дало сломаться, что вселяло надежду, что стимулировало, что мотивировало, какие вот, да, вот тезисно, если можно, какие-то вещи, которые вот давали надежду, что ли, которые давали силу, которые давали надежду, и так далее, то есть, какие вещи, вот, семья, семья, мать, отец, родители, мать, родители, да, на тот момент я был холост, поэтому, это была моя семья, ну, мне в жизни повезло, у меня есть очень близкие и верные, и надежные друзья, которые на протяжении самого первого дня задержания до моего выхода, они сопровождали меня, помогали всем, чем могли, мне, моей семье отдельно, и советы местных, самих арестантов, с кем я общался, я общался не только с козлами, при этом, очень много общался с порядочными мужиками, и даже чай пили, с одного, с одного баркаса сидели, то есть, для них это не зазорно, потому что ты, ну, красный, 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 красному розень, козел, козлу розень, так же и мужик, мужику розень, все бывают разные, я говорю, много мужиков меня там знает, которым я помогал, по возможности, сам, естественно, по их просьбе, но я старался не отказываться, старался помогать им, их советы, советы таких, там есть очень много хороших людей, которые, ну, да, ввиду каких-то обстоятельств, они оказались тоже там за решеткой, поэтому, но при этом они не теряли своей человечности, естественно, зная меня, они давали мне такие советы, ну, то есть, то, что я не из их мира, поэтому, они сказали, мистер Кейт, будь добр, когда отсюда переступишь, за порог, за забор, вот прям там же, на месте забудь все это, только, только, если что-то будет в своем, то только как страшный сон, далее живи, как жил, трудись, честно, работай, что я и советую, очень, кто будет смотреть это видео, я советую, как бы ни был перенес наш путь, ребята, легкие деньги, они никогда до добра не доводят, поэтому, пускай и мало, но честным трудом, здорово, да, осознание этого, мне помогало держаться, не ломаться, и самое главное, не меняться, не впитывать себя, как губка подряд, да, все, что там есть, было и было, надо оставлять это сзади, супер, супер, и вот, конечно, нелегко было, в любом случае, были трудности, где-то, и, вот, как раз таки, приходит, тот момент, когда, вот, уже, знаешь, где-то близко, уже, вот, срок подходит, и какие ощущения? самое тяжелое ощущение, вот, как раз таки, самое тяжелое ощущение, да? в плане, нет, ощущения, они эйфории, ты счастлив, ты ходишь по лагерю, словно, по парку, окруленный, конечно, ты, улыбаешься всем, все время со всеми здороваешься, настроение всегда приподнятое, но время, словно, стоит, это, как в армии, перед, словно, это, как в армии, кто служил, поймет, перед эмбелем, время, словно, останавливается, а, особенно, это, в день выхода, вот, тебе объявили, что, именно, в этот час, ты выйдешь, не раньше, все, там, точно, время останавливается, и не спишь, я не спал, практически, я не спал. От адреналина, да, от этого, волнения, восхищения? Ну, остаток времени, тут тебе, там, пару недель дается, ты занимаешься сборами, есть такая фишечка, такая суеверная, но, я думаю, она может и правильная, все свои вещи, хорошие, свои любимые вещи в учреждении, в лагере, ты их оставляешь, раздаешь людям. Нуждающимся? Конечно, им еще сидеть, и им понадобятся эти вещи. Конечно, а ты этим самым и делаешь, и добро, тем самым, ты все, что вот так, все плохое оставляешь там, единственное, с собой забираешь что-то, только то, что ты на себя конкретно оденешь. А, вот так. Все, и дается волчий билет, я чувствую, словами это, описать очень трудно. Очень, скорее всего, невозможно. невозможно. Можно говорить много, но чувства не передашь. Все, есть, есть. Ну и вот, в завершении, мистер Кей, однозначно, вы прошли невероятно тяжелый путь, который вообще не каждый сможет одолеть. вот, я считаю, что это университет жизни, это тоже опыт, и причем очень крутой опыт, поэтому на правах как бы человека, обладающий невероятными знаниями и опытом, я хотел бы, чтобы наши подписчики, наши зрители все-таки уяснили для себя вот, тезисно, вот, что надо сделать и вообще, что не надо делать, вот, чтобы не попасть в места столь отдаленные, то есть, проще говоря, ваши советы? Ошибки совершают все, но надо стараться их не совершать, особенно глупых ошибок, это касается алкоголя, либо употребления любых других наркотических веществ, я глубоко убежден, что очень много глупостей молодежь совершает в основном из-за них, либо под воздействием них, поэтому максимально ограничить себя от таких вещей, ну и, конечно же, круг ваш, ребята, умеете выбирать круг своего общения, остерегайтесь неправильных друзей, поэтому меняйтесь каждый день, а те ребята, которые совершили ошибку и должны несите свой крест до конца достоинства, достоинства, какая бы она ни была, ребята, поэтому это касается, наверное, не только молодежи, потому что, как вы сказали, жангелы, от цемы до тюрьмы нельзя завлекаться, поэтому будьте осторожны, не делайте того, о чем будете завтра жалеть всю жизнь, простыми словами, просто живите честно, пускай будет маленькая зарплата, но она пускай будет честной, а иначе придется за все платить, вдвойне, так что, ребята, будьте осторожны, и действительно, не связывайтесь с алкогольными наркотиками, это очень плохие вещи, которые приводят ко всему этому, то, что я хотел бы пожелать тем вашим зрителям, которые будут смотреть это, надеюсь, надеюсь, очень надеюсь, что хоть кому-то да, упадет это в уши, это запомнит, мы тоже на это надеемся, но вот вкратце, как бы так, жизнь человека, который это все прожил, да, не дай бог никому, поэтому судите сами и черпайте все, что вам необходимо из наших видео. Всего доброго! дай богу! Продолжение следует...